Развитие одаренности у детей Образовательная деятельность осуществляется в тесном взаимодействии с семьей Так встречи с родителями, совместные педагогические советы, мастер-классы, деловые игры, спортивные состязания и посиделки стали традиционными Совместная работа по реализации проекта, роль отца в развитии личности ребенка, ответственность родителей как главных воспитателей детей Способствовали установлению более доверительных отношений между педагогами и родителями Сотрудничество с семьей продолжается в реализации инновационного проекта развития способностей у детей в сотрудничестве с семьей Он стал победителем во всероссийском конкурсе «Я – педагог» Дошкольным учреждениям присвоен статус регионального информационно-консультационного центра по реализации УМК предшколы нового поколения Что позволило объединить профессиональные усилия педагогов дошкольных образовательных учреждений города Томска в освоении современного занятия В детском саду создана современная информационная среда Приобретены интерактивные доски, интерактивный стол Технология мультитач, интерактивного стола Active Table позволила педагогам организовать разные виды деятельности одновременно с шестью детьми И при этом учитывать индивидуальные потребности каждого ребенка Так в 12 касаний дети рисуют, играют на музыкальных инструментах, собирают пазлы, совершают познавательную исследовательскую деятельность Детский сад в системе работает над развитием одаренности Так знаковым образовательным событием стал фестиваль интеллектуальных малышей с участием в детских садах номер 40, 81, 86, 89 Ежегодный конкурс, проводимый под эгидой Общественного фонда дарования, раскрывает таланты воспитанника Помогает развить способности, обеспечивающие будущую успешную личность Центр планирования карьеры – это инновационное учреждение дополнительного образования Которое работает на рынке образовательных услуг уже в течение 17 лет Цель деятельности нашего центра – это профессиональное самоопределение Это выявление профильной и профессиональной направленности И профессиональное самообразование в профессии В Центре планирования карьеры открыт первый в городе бизнес-инкубатор для старшеклассников За три года 150 ребят разработали и реализовали более 30 проектов Агентство по организации «Флэш-моба», созданию видеоблога «Проверенный на себе», интернет-портала «Игровая лига» и другие В 2013 году на 8-м международном молодежном фестивале «Цифровой бум-2013» Проект старшеклассников из бизнес-инкубатора «Проверенный на себе» был удостоен первого места С целью выявления и развития способностей детей в области инновационного научно-технического творчества Кибернетики, компьютерного дизайна и робототехники Является открытие новой профориентационной программы «Мехатроника и робототехника» Программа реализуется совместно с Институтом кибернетики Томского политехнического университета Проекты по сборке и программированию роботов получили дипломы 1, 2 и 3 степени На городских конференциях и конкурсе образовательных, социально значимых и бизнес-проектов Подготовительным этапом программы «Мехатроника и робототехника» Является программа по лего-конструированию для обучающихся начальной школы Технолига Юные конструкторы заняли третье место на международном творческом конкурсе для детей и юношества Виртуальная мультимедийная энциклопедия сказок Налажено ресурсное взаимодействие с 24 школами города По психолого-педагогическому сопровождению процессов профильного и профессионального самоопределения школьников С переходом на ВГОС нового поколения появилось новое содержание ресурсного взаимодействия со школами Организована внеурочная деятельность для обучающихся начальной школы гимназии номер 56, школы номер 30 Центр планирования карьеры начал развитие нового направления деятельности дистанционного образования Прошла серия дистанционных семинаров-тренингов с образовательным центром номер 627 города Москвы От идеи до бизнес-проекта Гимназия является ресурсно-внедренческим центром инновации как победитель по НПО Имеет статус муниципальной и федеральной экспериментальной площадки Каждый второй гимназист является победителем или призером городских, областных олимпиад, конкурсов, конференций различного уровня Процесс освоения новых образовательных стандартов потребовал развития информационно-коммуникационной образовательной среды Дальнейшего обновления материально-технической базы гимназии, создания продуктивно работающей модели и неурочной деятельности В ходе капитального ремонта были дополнительно оборудованы три кабинета для внеурочной деятельности обучающихся начальной ступени Что помогло решить проблему недостатка площадей В новых кабинетах ребятишки с удовольствием занимаются шахматами, вышиванием, технопластикой, готовят спектакли на английском языке Большой популярностью среди детей и их родителей пользуются занятия психологического кружка «Какой я?», которые проходят в специально оборудованной комнате психологической разгрузки Современное оборудование стадиона, спортивные гимнастические залы, настоящее футбольное поле, сектор для прыжков, современный спортивный инвентарь помогают детям достигать высоких результатов Более 600 тысяч рублей израсходовано на приобретение учебно-лабораторного оборудования для практической и творческой деятельности детей Достаточное количество разнообразных конструкторов, наборов для моделирования дают возможность каждому ребенку осуществить свою задумку, построить свой проект и сделать первый шаг к будущему успеху А специальные мини-лаборатории помогают ученикам погрузиться в настоящий мир исследований и раскрыть в себе внутренний потенциал В кабинетах интерактивные комплексы, на учительских компьютерах установлено прикладное программное обеспечение электронной школы Проводятся видеоконференции и вебинары Мобильный класс ноутбуков используется в урочной и внеурочной деятельности в начальной школе Педагогический коллектив активно внедряет современные образовательные технологии Особое место, среди которых отводится технологии составления компетентностных задач Продолжение следует...